Дорогие друзья, сегодня хочу вам немного рассказать о кухонном элементе 1920-х годов из дома архитектора Гинсбурга. Как вы знаете, в то время конструктивисты пытались кардинально реконструировать советский быт. Главной целью было освободить женщину от тягот ведения домашнего хозяйства. Для этого в новых домах проектировались столовые и буфеты. Жилой ячейки были оставлены только функцией небольшого пространства для отдыха и сна. Но даже наиболее радикально настроенные архитекторы понимали, что избавиться в новых домах от индивидуальных кухонь не удастся. Поэтому новая рационализированная кухня стала одной из значимых тем. Мы находимся в здании новой Третьяковки на Крымском валу. И зайдем на выставку «История российского дизайна». Здесь представлен кухонный элемент из дома архитектора Гинсбурга. Здесь же вы можете видеть кирогаз 30-х годов для контраста. Это современная реконструкция кухонного элемента. Давайте ее рассмотрим. Конструктивисты считали, что кухню можно соединить с жилой комнатой и поставить ее в любое место, где есть коммуникации. Газ, электричество, водопровод, канализация, вытяжка. Пространство используется максимально. Все необходимое под рукой. Самое интересное здесь то, что кухонный шкаф закрывался такой складной дверцей. То есть, если закрыть дверцу, то кухню не будет видно вовсе. Такой шкаф занимает всего треть рационализированной кухни. Остальное – свободная площадь, присоединяемая к жилой части квартиры. Еще одна интересная деталь. Дверца, которая расположена под мойкой, поднимается. Здесь предусмотрена откидная ножка. И получается дополнительное пространство. Или даже стол. Еще раз обращу ваше внимание на то, что это проект 1920-х годов. То есть, ему около 100 лет. А как современно он смотрится? Теперь посмотрим современные кухни-шкафы. Кухни, которые встроены в шкафы. Так называемые кухни-невидимки. Сейчас много вариантов. Например, с распашными дверцами. Это, как правило, узкие мини-кухни. Есть кухни, дверцы которых складываются гармошкой. Такие дверцы занимают меньше места. Есть варианты, где для дверок предусмотрены специальные ниши. Есть и жалюзиные дверцы, которые закрывают рабочую поверхность. Существуют кухни с распашными дверцами. В которые что-то встраивается. Например, телевизор. Интересен вариант, когда на внутренней части распашных двериц есть полочки. В таком случае все необходимое будет под рукой во время готовки. Очень удобно. Есть даже такой интересный вариант, когда в дверцу вмонтирован откидной столик. Такие кухни отлично подойдут для квартир-студий, когда нужно рационально использовать пространство. Но опять же, такие кухни подойдут лишь тем, кто мало готовит или готовит время от времени и в основном питается вне дома. Все эти, казалось бы, современные решения на самом деле не такие уж и современные.